Хорошо, мы в лагере. Хороший повод. Сказала она, открывая. Ой, тихо, тихо. Какую страну мы сейчас. Ну, спорный вопрос. Так, что мы можем? Механики, живущие в лагерях, могут заправить, отремонтировать, модифицировать и улучшить ваш байк. У меня есть неплохой товар. Мне кажется, время пришло. Заправка нам не нужна, мы только из дома. Денег у нас 3000. Характеристики. Двигатель. Пора, мне кажется, жахнуть. Чем может порадовать нас двигатель? 1200. Предельная скорость и прочность. Допустим. Что здесь? Выпуск. Снижение шума. Кстати, неплохо. Боезапас и прочность. Уровень доверия 2. Пойдем ухи отдадим. Потом еще будет чейн. Буду нужен, зачем ты. Проблемы. Чем проблема? Кому там уши отдавать? Как с тобой поговорить-то? Господи. Отдать все. Нет, стоп, растения мы не трогаем. Уши не тебе. Это все-таки кухня. Где трофеи? Трофеи, трофеи, трофеи. Вот они. Так, ухи. Продать все ухи. О-хо-хо, неплохо. И? Сколько доверия у меня у тебя? Если из позитива только это, значит у нас большие проблемы. Пока. А че так плохо-то, слышь? По доверию-то. Ладно, давай волчарские эти самые отдадим. До мяса. Мясник. Хорошо. Не, ну грибочки я тебе не отдам. Наверное. Или стоит. Ну они мне... Хочешь что-то предъявить? Че там кто на меня крысится, слышь? Может, если я у них буду что-то покупать? У нас тоже доверие будет какое-то. Так, в шкаф нужно что-то купить. Основное. А, это шкаф. Это не покупка. Это именно шкаф. В смысле, а где? В состоянии хлам. Да я вижу, что оно хлам, потому что он не стреляет. Ни хрена. А где покупка? Покупка-то. Подожди, я что-то, может, не поняла? Посмотри. Что ты ищешь? Припасы купить можно, да. А где оружие покупается? Нигде. Очевидно. Так, ну и что нам тогда делать? Там можно поспать. Трофеи, кухня. А вот это что такое? Нет. Как дела? Привет. А, ну, Коуп он сам. Нет доступных работ. Вот, собака какая. Ну, пойдем тогда улучшать, там, максимум возможного. Просто смотрю. Дикон, я все еще тот твой топливный бар. Да-да-да-да-да. Ну, что же на твои подарила? Нет, сперва характеристики. И я тобой все еще не доволен. Ах, ну, обида. Прочность, ну, совсем чуть-чуть, если честно, вырастает. Заки с азота. Форса. Шинки. Ну, сюда я не влезу, в любом случае. Давай. Ага, отличный выбор. Так, ну давай тогда двигатель берем. Сейчас завернем. Выпуск. Она не влезает. Это не верит. Что-то где-то было. Вот рама. Отлично. Что-то еще? Я не знаю, что-то еще. Все, что я хочу, за карты. Так, что насчет дизайна? Фары. Стандартные, нестандартные. Ну, пока что мало всякого. Ну, тут симпатичная. О, это клевая штука. Да. Так, это что за переднее крыло? Чтоб говно в лицо не летело. Ну, это уже стоит. Это, по-моему, кстати, за предзаказ вполне возможно стоит. Что насчет окраски? Что-то не густо. Это хорошо послужит. Снижение шума. Ну, это что-то я не обращаю внимания. Я просто беру чуть-чуть вот все подряд и все. Все, что берется, то беру. Ну, вроде, по идее, должно было то-то метнуться. Это рахтелка. Ну, это вообще не видно. Это тоже что-то как-то... А, ну, оно догружается. Ну, вот такое. Мне кажется, надо светлый фон брать. Беленький или серенький. Здесь какой-то... Вот это мне понравилось. И какой... Вот это, в принципе, ничего, но еле заметно. И какой-то орель тут был. О, орель. И вот такой орель. Че-че ты хочешь? Орел... Я думаю, вот такой орель. Или рога вот такие вот зелененькие. Или, ну, зелененькие, да. Давайте зелененькие, давайте зелененькие. Мне нравятся зеленые. Ага, отличный выбор. Это, по-моему, все, что я могу взять на данный момент. Не знаю, есть ли смысл на что-то брать. Что там, где там было. Ну, это, в принципе, одно и то же. Ну, это фара посимпатишнее, конечно. Давай. Сейчас завернем. Так, ну, смотри. Тут взято. Вот снижение ушло. А, вот оно ушло. Отлично. Че-то еще? Все. На максимум просто затоварились. Смотри, чтобы достичь второго уровня доверия, мне нужно заработать 12 тысяч дружбы. А у нас пока что три. Это, блин, сколько всего надо делать, чтобы вот это вот охренеть. Они что-то требовательные, ребята. Лады. Так, ну, все. Смотри. Кто-то принес олигин. Буду нужен, заходи. Кто-то принес олигин. Ну, я волчатину принесла. Вообще, представляете, чего мне это стоило? Так, ну, слушай, в принципе, норм. Можно наверх сходить, сохраниться. Декон. Че? Как жизнь? Офигенно. Где там была кровать? Веришь ли? Я был копом. Фервали. Казалось бы, у нас все должно быть хорошо. Мы обучены, у нас снаряжение, все такое. Но все полетело к чертям. Грабежи начались... У них это очень странно, говорят. Стоят. Все остальное. Люди свихнулись, стреляли во всех, кто казался им психом, не понимая, что они сами такие же. Я... Я застрелил одну женщину. На глазах у ее детей. Она убила человека, хотела забрать его продукты. Дети были заперты в машине. Я стал ее открывать, чтобы взглянуть на них, понимаешь? Но они были заражены. Жуткое дело. А знаешь, в чем ужас? Это еще не самая худшая история. Даже близкая не самая. Если бы они хотя бы сидели на каких-то стульчиках или стояли бы, как-то покуривали, этот диалог выглядел бы лучше. Вот если бы они сидели вот так же, хотя бы как-то. Ну ладно уж. Так, кровать. Кровать. Наверху кровать. Пойдем. Прикольно они на самом деле тут обустроились. То есть такие... Блин, опять гром серьезный, срами дождь. Приятно, что для меня выделили койку. Все вряд ли, конечно, для меня. Скорее просто сделали. Сохраняшка. В разных лагерях свой счетчик доверия. Это да. Это да. Это будет долгая игра. Но вообще, мне кажется, да. Она вполне может быть затянута. Потому что... Мне кажется, здесь немножечко... Как сказать? Может быть, я так играю? Надо будет потом посмотреть еще у кого-нибудь. Зачистка вот этих вот зон. С гнездами. Она что-то долгая. Городка под названием Нордбен. За неделю до того, как все заболели, на берег стала выбрасывать трупы. Сотни трупов. Мужчин, женщин, детей. Все раздувшиеся. В городе началась паника. Ты что стоишь? Я не понимал, что происходит. Ты что подошел? Мы разговариваем, нефта. Такая, что проблемы дико. Ей не понравилось то, что я стою рядом и слушаю их. Серьезно. Ее это нервирует. Она такая... Баканула, короче, и ушла. И он заткнулся. Ну, в смысле? Ну, вот. Да я... Да идите в жопу. Ой. Вообще. Что это было, блин? Камон. Я хотела послушать историю. Мне было интересно. Мне писи не дают слушать диалоги. Ты понимаешь. Я работал в колледже Чемулта. Учил английского домохозяйка. И подростков-недоучих. И... В общем, мы услышали вопли. Сначала я подумал, что кто-то в кого-то стрелял. Но это были фрики. Много фриков. Они все сносили, словно... Это был какой-то бунт. Карен и другие учителя пытались забаррикадироваться. Я сбежал. Следующие дни были, как в тумане. Даже не помню, как сюда добрался. Да уж со мной такого не было. Не, прикольно, кстати, что есть такие диалогики. Эти сдавливаем. Игра подстроилась под питерскую погоду. Эх. Где мои жабры? Парайхопу, мне кажется. Веришь ли, я был копом. Да, был ты копом, да, мы знаем. Казалось бы, у нас все должно быть хорошо. Мы обучили на снаряжение. Так. То есть... Ничего подтырить нельзя. Где там спуск-то? Начались мгновенно. Но хуже было другое. Я потерялась. Это вверх. Там тоже вверх. Где спуск? Помогите. Стреляли во всех, кто казался... Где выход отсюда? Прыгай, прыгай. Бежим отсюда. Так, подожди, я серьезно? А где спуск? Может, может... Я не понял, что-то подожди. А, вот. Так, все. Я нашла выход, воро. Так, все, поехали отсюда. Бип-бип. Открывай. Мне немножко подвешивают, потому что он днем, когда садится на байк, автоматом включает фары. Нахрена? Нахрена? Так, ладно. В принципе, мы можем... Давайте, давайте реально, может, выполним задание Леона. Что-то не хочу я сейчас чистить эти штуки. Я хочу встретиться с Такер и Элкаем. Поехали. Утомляет. Утомляет вот эта зачистка гнезд. Вроде это нужная вещь, да? Ты понимаешь, что тебе с этого будет профит. Но, блин, ползать по вот этим кустам. Здесь, кстати, достопримечательность. Но, пожалуй, я не буду слезать. Тихо. Ох, нехорошее место. Идеальное для засады, я бы сказала. Ну, это, кстати, та самая первая наша база Нера, где мы были. Потому что вот этот... Да, ёптиш. ...правда освобождает. Утром сломал очередную бритву. А ведь глобализация должна была принести нам лучшие товары со всего мира. Вместо этого мы получаем самый дерьмовый ширпотреб, который штампуют за рубежом. Всё делается так, чтобы быстрее сломалось, и вы пошли покупать новое, и ещё, и ещё, и ещё. Вам всегда нужна новая машина, новый телефон, новое то и всё, лишь бы прокормить жадную орду коммерсантов. Хотите купить что-то добротное? Неа, ничего не выйдет. У руля должны стоять честные трудяги. А, точно. Если мы что-то делаем, то уж на века. Нашими руками строилась Америка. И мы выдержим всё, что приготовил новый мир. Иные деревья гнутся, но не ломаются. Не сломаемся и мы. С вами Марк Куплант. Это радио Свободный Орегон. Ну сколько, сколько, давай скажи мне, сколько здесь этих сраных гнёзд? Четыре. Сколько у нас молотовых? У меня, по-моему, было только три. Здесь наверняка бензёшка где-то есть. Слушай, ну пока здесь нет народа, может реально подчистить? Потому что я вижу гнездо уже. Гнездо где-то рядом. Да вот она у нас. Да вонь, вот она, да. Да, у меня три. Три из трёх. Ну, кстати, пустые бутылки здесь мы наверняка найдём. Так что, в принципе... Так что, в принципе... Ублюдки. Не очень хорошо получилось. Хреново получилось, я бы сказала. Не знаю, зачем я перезаряжаюсь. Ушки, ушки, подожди, ушки. Надеюсь, будет квест, где мы заткнём этого ведущего. Он реально Джей Джона напоминает. Он с тем же настроем вещает. Прям хочется... А где оно, твою мать? Ведь рядом где-то. Зайти хочется и с... Да. Отоварить. Что такое? Пилюльки. Забавно, что как бы мы выжигаем гнездо. Выкуриваем их. Но при этом всё, что осталось внутри, оно не сгорает. Может, мы сжигаем только веточки? Сейчас, подожди. Стоп, 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 что это? А, ой, нифига себе. Вот ловушки здесь, конечно, мастерски сделаны. Ты реально их не видишь. Вот эти капканы, веточки. Я что-то нашла. А, это находочка была. Ну, давай поищем, где она была. Это кто был? Это была бумажка, теоретически, какая-то, да? Может, туризм? По-моему, это туризм был. Вот, мотель Граница. По-моему, это она. Коллекция рекламных брошюр. Прогололялись? Перекусите в Hungry Gyms. Посетите Twin Craters. Хотите испытать себя? Спуститесь в пещеры Белнапа. Чудо Белнап Крэйтер. Желаете хорошо провести время? Спросите свежий выпуск Санды Спешл. Настойки Портье. Да. Несгораемая сумма вознаграждения. В этом что-то есть. Требуется код от сейфа в мотеле Граница. А как его найти, этот код? Может быть, здесь где-то можно будет потом найти вопросик, отследить тело и найти на этом теле код. Ух ты, ёптишь. А, вот и код, кстати. Всё оказалось немножко проще. Это не та дверь. Чё там, чё там, чё там? А? c4 так ну где ближайшее место я не вижу что-то в упор вообще вряд ли она тут потому что это обычно хотя нет должно быть тут так наверняка где-то в этой стороне они обычно так как-то разбросаны аккуратненько так в одинаковом отдалении это кстати то место где нашего дружбана пытали нет места нету а я уже вышла из зоны так подожди тогда это 100 со то та самая место а подожди и слушай хотя ну нет а ну вот кстати гнездо одно вот прям вот так ты тут не перелезешь после сама зашла куда-то куда не надо хотя подожди здесь же дверь была открыта мы же открыли насквозь смотри c4 типа она прям падает в карман и все то есть он не таскает ее в руках как так как выбрать это так как выбрать это ловушки это не работают а куда она упала то слушай подожди я знаю 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 подожди она вот тут не менее менее подожди она или или ты ее уронил а сумка была же была же световая камень а это монок бомба монок она как-то так незаметно мне падает в инвентарь что я замечаю только когда вот упираюсь лицом так подожди нет так взял я дебил я хотела использовать ох нехорошо нет хорошо о хорошо неплохо немножко музыки паникующее тут не хватает ну ладно знаете вот эта игра она наполовину симулятор выжившего какой-то такой все так неторопливо прям максимально задумчиво а че ты так долго горишь давай давай догорай мне нужно собрать лут спасибо такое все какое-то такое он здравствуйте еще раз что-то хожу когда вот по вот этим сгоревшим комнаткам сальный хилл вспоминается так очень много мусора которые почему-то нет места тряпка о господи твою же ж мать в ушах уже звенит нет нет так там я могу спрятаться тут я могу что-то подобрать стоп подожди это вот это все да вот так вот бежишь смотришь много треугольничков подходишь ничего вообще не видишь вот как работает так ладно где еще два не знаю в теории одно было в самом начале вот тут второе было вот здесь в теории еще одно должно быть где-то тут наверно может быть еще кстати вот здесь вот через дорожку хотя нет это штучка чего вы откуда вылезли такие красивые не понятно что вы вылезли на сигнализацию но откуда а вот и напрягающие а вечереть же вот они и вылезли вообще странно вроде говорили то что днем их больше да но при этом они чаще всего появляются именно ночью а не днем ну давайте давайте я не хочу вас это самое вылавливать идите сами сюда ветер привет привет так вижу и они тоже по-моему видят да ладно я тебе в голову попала мразь ах нехорошо ой нехорошо что-то их много что-то их больше чем я хотела наверх они конечно умеют забираться ах класс так ладно сейчас сейчас подожди ну здарова дядя куда ты лезешь это моя машина господи нифига телепорты открепорт отдая отдай ухо молодец хух ну могла вот лучше но ладно так ну может вот здесь внутри я могу внутри выйти как то через дырочку телес какой нибудь Ну ладно Ну, мы можем туда зайти Через этот гараж Может там были, там не было вроде Этего-сямого Но они есть, да Где еще два? Это вопрос Вот немножко Напрягает то, что эти гнезда реально надо искать И иногда вот бегаешь И вот не видишь в упор вообще И прям выискивать надо Может быть потом мы как-то прокачаемся Станем более глазастыми И мы будем замечать их лучше Они может как-то подсвечиваться будут на карте Либо глазами Не знаю Но было бы неплохо Потому что если вот так вот То, что их не видно, не слышно вообще ничего Это что-то не очень Это оттягивает Наш уход из локации Потому что вот здесь было одно Там рядышком было другое Где, блин, еще два? Где они могут быть? Ну там их же не может быть, правильно? Они должны быть где-то тут Давай я вот так вот сделаю Вот заражена зона Мы в ней Они свет боятся выходить Искать еду ночью Ну вообще говорили о том, что Днем их больше, но они слабее А ночью их меньше, но они сильнее Так что как-то вот Пока что я вижу то, что их ночью больше И они ночью сильнее Потому что днем их реально намного меньше Пока Единственное, что Орда Выходит Днем Может быть имеется это в виду Ну что, это тоже считается зоной, кстати Не странно Наверное А куда спешить-то? Ну слушай На каждой зоне вот такой вот Сидеть по 40 минут И сказать, эти сраные гнезда Это тоже Ну такое себе удовольствие Скажем так Кошка подтверждает Потому что Ну один раз, ладно Второй раз Ты смогу уж там Да Ну когда, блин, это какая-нибудь там Двадцатая точка Это прямо немножко на мозги Может начать капать Я не вижу, блин Ни одного сраного гнезда Домики обычные Смотри, никаких этих веточек Листиков Ничего нет За Орду Да В этом доме мы были Мы еще еще в Жане Еще еще в Жане Может вот тут что-то есть Просто ты как бы реально хочешь Чисто по-теловечески Ты хочешь затестить Искренне Искренне Должно быть где-то здесь Вот, искренне хочешь Но вот так вот Каждый раз Выбегать Ой, бутылочка Выискивать Кошка тоже не готовит Видишь Это немножко напрягает Чуть-чуть Так само Малость Еще одно Погнали Еще одно Сейчас мы его спалим Сейчас спалием Подожди Увидели, да? Суки, найдете Да ладно О, отстали Вон еще, кстати, одно Нет, это оно же Ну, предположим Ну, смотри Одно тут Вот оно горит Второе было где-то вот здесь Третье здесь Тут теоретически Что-то должно быть Но здесь травка Здесь Здесь ничего нет Может Ну, где-то в этих зданиях Где-то По идее Должно быть В самом последнем Потому что Ну, там ничего не было Ну, мы там были Это большой Вот этот Вот Там вроде ничего нет Ну, пойдем искать Диконс Ведет популяцию Этих уродов На нет Помогает, конечно Когда он сам говорит То, что О, гнездо Но для этого Нужно прям В упор Подойти Практически Тебе его пометили Нет, это то Которое мы только что Подожгли Оно догорает Видишь, догорело Пропало Видишь, его нет Или, подожди Или оно не догорело Еще Ты догорела Или нет Они иногда долго горят Или там они Два соседних Прям стоят Ой, хоть бы Два соседних Господи Я тогда его подпалю И вообще Зашибись будет И я просто сяду И свалю В закат В рассвет Нет, это два соседних А где оно? Подожди Оно 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 в этой штуке Лови, блин Фашист Гранату Не, он туда ок Тихо Тихо Бежим Зашибись Я классная Да-да-да Я знаю Спасибо Так, сел Так, сел Сел И уехал Нахрен Уехал А не врезался Я не в ту сторону Правда Еду Сейчас Развернемся До свидания Или нет До свидания Жизнь моя Господи Как вовремя Я врезалась Господи За что мне это Почему я такая Какая я есть Сейчас мы их Очень гениально Отведем в створы Но потом вернемся К байку И очень тихо уедем Это был план Это все запланировано Вы не понимаете Это просто тактик Тактик Во мне Живет Он все знает Как надо делать Блин Здесь очень тяжело Маневрировать На мотике Серьезно Блин Ну я так его не подниму Слушай Да ты же манал Ухо отдай Садись и поехали И опять дождь Здесь блин Врагов честно говоря Боишься меньше Чем своего же мотоцикла Врежется он Не врежется Повернет он Вот вовремя Или нет Страшно кататься Тут если честно Что на жилетке написано Ща почитаем Опять вот засада явно Дорога перекрыта Вот здесь кстати ФПС просаживается Хотя орды вроде нет Че ж на орде будет Тогда я уж не знаю Вот здесь почему-то Очень-очень так просила До восемнадцати Может быть примерно Либо мне кажется Может я от тридцати кадров Отвыкла Не, ну просаживается Видно Обидно Так Выживший Етить А мне кто поможет Да не оры ты Я и так паникую Господи Ты там не умирай Ты умер что-ли там уже? Да господи Ты уворачиваться будешь Так Подожди Не ори О дерево Мужик Ты живой? Ты где? Здоровки Ой Да Здорово Держись Держись Я иду Тебе здесь не выжить Я знаю лагерь Там безопасно Где? Где? Я пойду Пойду Peaceful Lake Марк Коупленд Там безопасно Большое спасибо Я уж думал тут и умру Да Скажи Это был Дикон Сент-Джон Они меня знают Просто держись Подальше от дорог О господи Ты сам пытаешься выживать А тут эти дебилы Ой Че-то куда ты пошел Там успел Скорость мотоцикла 30 км Ну у нас Старый Убитый Плюс я Не выжимаю Чаще всего Полную Скорость Чтобы во-первых Не тратился бензин И чтобы во-вторых Не врезаться еще чаще Чем я это делаю Потому что мусора На дорогах Довольно много Ну опять же Когда ты выжимаешь Полную скорость Шум Больше шума Парханы какие-то Блин Реально просаживается ФПС Очень неудобно Жить Ты видишь Не нравится Может потом Патчик кэши Выпустит Будет полегче Но сейчас Че-то Камон Я понимаю Что это обычная Соня Но камон Да Просадки есть Мне это не очень нравится Но я надеюсь Что на самом страшном На Орде Прямо Проблем Сильных не будет Ну я надеюсь Да, что патчик Выдет На севере Кто тронет Мой байк Пальцы буду ломать Тебе персонально Да понял Понял Рубщик У него ПТСР Так Ну у вас тут Неплохо Следующий лагерь Что у вас тут Замыкано Сейчас все На еду Собаки Все Что прячете От меня Ты кто Механик Ну что ты Ну что ты Ну что ты Такой Хамлота Слышь Заправка Ремонт Заправка мне нужна Вроде у меня там Середочка была Какая-то Ну давай А топлива Все меньше Экономить На заправке Ну такое До встречи Сколько Кстати в тебе В жизни Как-то можем Не Ты че Одна радость Осторожней Уйди здоровей Дерево тут На несколько Поколений Хватит Ничего не скажет Интересно Не будет Бучить Смотри Какая Латная Девица Матери Невестка Не нужна Ой Извините Ох Какие деревца Смотри Напоминает Помните В Реддеде Во втором Аллея Такая Из деревьев Была К дому Грейв По-моему Или кого там Как их звали Ты там Вела Здрасте Одежды Осталось Не очень Много Но хотя Иногда Можно Надеть Чистые Вот видишь В этой местности Перестанут Появляться Фрики Это полезно Это делать Но блин Иногда Это так Долго Что происходит Поле лавы Поле лавы Поле лавы Наши люди Голодают А даже Были бы и Сыты С лопатами На это Все равно Ушли бы месяц Да мне Наплевать Да мы голодаем Но работу Нужно закончить Даже если на это Уйдет целый год Других-то дел У нас Все равно Теперь нет Бабусей На мою бабусю Похоже И лицом И хородием С утра Большая группа Шла через перевал Вы ничего не сделали Да мы Сама знаешь У нас мало людей Они идут на север Эл Упокоители Идут к нам Да или нет Нет Я не знаю А этот может Ну и че ты от меня хочешь Че тебе надо Хватит Элгай Знать это не его задача Это ты у нас знать должен А что мне теперь Разорваться что ли Реши Либо я тут В земле ховыряюсь Либо иду в водище И встаю на защиту Иди на склад Проверь что с боеприпасами А на раскупке Пойдет Уэллер На что уставился Да так Жду когда у тебя Мозги отрастут Стоять Ты Леона нашел? Ну хоть кто-то здесь умеет Делать свое дело Поехали Бабка клевая Точно помрет Ахахаха Ахахаха Ну надо же Какой ты оптимист Где бухарь? Он сказал Поедет в лагерь Копленда Хочет там купить рыбы Вы что с Коплендом Скорешились? Его лагерь ближе к вашему? Не ближе Я конечно извиняюсь Бензин и так Ни хрена в мире нет Они не могут пройти Сто метров ногами Они катаются На вот этой фигнешке Серьезно? Электрокар По дыму незаметно Происходит Недостача Со склада пропал Провиант и патроны Господи Кто был ночью в дозоре? Уиллер Сегодня удвоите караул Это начинает меня бесить Хорошо И в районе все спокойно Я же говорю Тут как в тюрьме Зборище ленивых Лжецов Воров Насильников И убийц Знаешь почему так? Без понятия Потому что мы такие и есть Фрик-шоу Выжили все самые мерзавцы Те, кто похлеще Всяких фриков Остальные надеются Что я буду кормить их Защищать Ухаживать за ними Пока они сидят на жопе И созерцают гибель мира Эй ты! Ну-ка живо за работу! Не заставляй меня звать Сайруса! Ленивые подонки Хотят валять дурака Пусть делают это ночью День мое время Управлять лагерем То же самое, что управлять тюрьмой Ты уже говорила Но я забыл Ты кем была? Начальником тюрьмы? Или типа того? Да ну куда мне? Я была всего лишь надзирателем В женском корпусе А у тебя Судя по твоему виду Наверняка были проблемы с законом В тюрьме срок не мотал? Закон нарушал, было дело Но в тюрьме я не сидел Для тебя есть работа Ну, кстати, да, по-моему, это была пыль от дороги Ларсон вчера ходил за припасами Откуда у нее столько электричества тогда? Мэрион Форбс Вроде бы какая-то молодая девчонка Но толком не разглядел Он остановился там Поискал ее, но не нашел Это точно? Ларсон этим занимается давно, как и ты Уж он-то видит, кто человек, а кто фрик Но ты по этой части спец На машинку для гольфа, да Максимально похоже Даже вон дырочки Я попробую Слушай, Такер Сначала я хочу получить кредит из-за Леона Будешь приводить мне живых людей И я тебя завалю этими кредитами Солнечные батареи громоотводы Ну, хрен их знает Слушай, как у них тут работает Вилли Дилли, спокойной ночи Тихая она Ну, это да Пойду найду Уиллера Кому-то светит ночь в Тарце Мне сперва показалось, что там Во-первых, она тарахтит И то, что там черенький дым такой был Мне показалось, что это хлопушка Еще смотрю Дым есть, трубы нет Думаю, что за фигня Окей, ладно Может, она какая-то незаметная Эта труба Чувствую, потом на этот лагерь Кто-то нападет Потому что здесь можно забраться наверх Зачем в мирном лагере Куда мы приходим просто торговать Можно забраться наверх И вот сюда встать, скажи мне Точно на это место нападут И мы его будем отбивать Так, ну ладненько Здоровки Это сейчас, что за киноляп был? Двух байкеров, двоих Слыхал ли он о таких хоть что-нибудь? Полно людей на двух колесах Что? Я-то тут при чем? Ищут бешеных псов Много намадов еще живут под своим флагом Кроме вас двоих Сдается мне На вас открыли охоту Вот и узнаешь, каково это Показывал бы лучше товар Чем языком чесать попусту Как скажешь, Дик У него, кстати, шмотки На шмотки Артура Похоже Корточка, шляпка Так, какого хрена вообще? Чего нам все угрожают? Чего это за безобразие? Наконец-то пушки Почему? Ох, еще кое-что Господи, это Доковырять до второго уровня одобрения Чтобы еще потом наковырять Баблоны на это оружие Господи Мне нужен просто дробаш Еще много его прошу, что ли Вот, вот это хочу Все Это третий уровень доверия Никогда у меня не будет дробовика в этой игре Ну Ну, ну да Темп стрельбы хороший Давай Ну, я проверю Понравится мне или нет Вот оно, да? Угу Ну, ладно Без доверия в этом мире никуда Ну, японский бог Ну, я же уже с ними знакома У нас не должно быть доверия по нулям У нас какие-то отношения должны быть Уже Не? Почему все с нуля? Так, братюня Охота И пункт Ну, пойдем, пойдем Мы рядом Хотя, ну как Ну, да Кому тут ухи отдать можно? Осталось определиться, кому это отдать О! Блиин Эй Ну-ка берись за работу Эй, за работу Слушай, Мэнни обещал помочь привести в порядок байк. Но он и так обещал. Он уже работает над этим, как бы, на секундочку. И с тем лагерем меня особо ничего не связывает. А здесь у меня вроде как бабуха. Опять же, байк это хорошо, но как бы он мне против Орды не сильно поможет. Я, честно говоря, хочу такер. Но мне кажется, это какое-то такое... А что, типа, если я не отвезу Копланду, лекарство мне байк не починит? Я сомневаюсь. Что мне за это будет? Ну, он обещал. А он и так обещал. То есть не за лекарство вообще, по-моему, нет? Извини, я не знаю, что выбрать. А жена там у ГГ умерла или просто где-то не здесь? Вот это тайна-тайн. Она вроде как, было сказано, умерла. Но чувак, который ее отвозил на вертолете, он, как выяснилось, жив. И, соответственно, я не верю в то, что она умерла. Она 100% не умерла. Она сидит где-то там тоже выживает. Наверняка. Может быть, вообще даже работает вместе с этими неровцами. Не удивлюсь вообще ни разу. Сидит в какой-нибудь лаборатории. У нее же там научное образование какое-то. Так что... Да. Что выбирать-то будем? Оружие, блин, понимаешь, его еще купить надо. А для этого нужно одобрение. А байк с тобой всегда. То есть, ну как бы, они просто, смотри, дают выбор, кому отвезти. И тут же говорят факты, которые я и так знаю. Но не говорят, что мне будет, если я отвезу им лекарства. То есть, оружие, которое есть в продаже у ИЛК, намного лучше вашего. Да, это так. Но от того, что я привезу лекарство, мне его не подарят. И оно еще лучше не станет. Что мне с этого... Я прям не знаю. Одобрение будет? Ну, как бы... У Коупланда уже есть просто одобрение. Какое-то. Все самое пока что мощное оружие. То есть, молотовые, гранатки. Я, честно говоря, преимущественно нахожу. Либо делаю. Пока что. Вот сколько капнет одобряшки? Оружие нужно. Байк, в принципе, тоже нужен. У Коупланда одобрение больше. Уже накапало. И у меня есть... Если там тысячу, например, дадут. Или там 10 тысяч, я не знаю. Тысяча маловато, наверное. То у Коупланда у меня накапает... Ну, наверное, на второе. Ну, с другой стороны, и там, и там, скорее всего, его придется получать, да? Ах, ладно. Чтобы ехать на север, мне нужно снаряжение. Значит, Дакер. Эй, Дакер. Забрал мой груз у Леона? Да. Да. Коупланд хотел его у меня купить, но я-то знаю, кто мне друг. Ну, вот, тем более. Эдикал Кайл. Ларсон там вроде привез ружья и винтовки. Может, тебе что пригодится? Ну, ты идешь. 20 тысяч опыта или 2 тысяч? А, почему пробел не стоит между цифрой и словом, господи? 2 тысячи. Ну, это опыт, правда, подожди. А доверие? 5 тысяч. Ну, пойдет, ладно. Все, с Леоней закончили. Аллилуйя. Наклеечка доступна. Ой, расцветка какая прикольная. Красненькая, смотри. Так, ну, хорошо. Сохранить дай. Ничего ужасного. В порядок. Сохранить дай. Давай вот так даже сохраним. Так, ну что. У меня 3 тысячи. Пойдем посмотрим, что у них тут продается. Что скажешь? Ада. Ада, Леон. Леон тиснул... Леон тиснул... Коробочку ады. Так что, атакер, мне-то можно доверять? Вот так и закончились их отношения. Так, я какую-то бумажку подобрала. Где это было-то? Это данные Нера. Блин, я вот не обращаю внимания. Что там подобралось-то? Что-то ты заметил? Что там сверху было написано? Ах. Ада еще у кого-то, да, наверняка. Что, куда капнуло-то, господи? Что-то ты... Ты обратил внимание, нет? Это радио, хрен с ним. Ну, это не... Это данные Нера или не данные Нера? Или это персонажи, кстати? Такер, никому не верь. Заметка, такер, найденная в лагере. О, ура. Уилкер, Элкай Тернер, Диккансон Джон. Бухарь, Ричард Мартсон, Ларсон. Леоня, нет. Альварес, нет. Роуч. А где вообще Роуч? Сайрус, 100%. Терри Мерсер, да. Зенни Норман, да. Вьетнамские флешбуки. Где Клэр? Клэр точно. Вот она обязана быть. Так, ну смотри. У нас зачистит лагерь для Братюни и блокпост. Собственно, выяснить, что да как. Это общие такие. Ну, по сути, два вот этих сделаем. И может, что-то проклюнется. На нас еще охотку открыли. Доступной работки у нас нет. Ну, это реально такая игра полусимулятор. Она очень неспешная, такая задумчивая. Что нового? Что? Что-то нужно? Может быть. Мм. Ну, за две с половиной почти, да, ну. Ну, слушай, этот пестик лучше, чем мой. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, он и стоит-то фигню. Вот это стоящая вещь. Так, ну ладно. Может быть, загляну. Пока. Так, пойдемте в ремонтную фигнюшку. Эй, за работу. Зайдем. Слушай, а я взяла? Новый, да? Да. А что, подожди, а почему заблочен? А, потому что мы в лагере. Так, ну-ка. За байком пришел. Да я просто смотрю. Просто смотрю. Так, а что у него ничего нет? Подожди, я не понял. Новый улучшение. А нету у тебя ничего конкретного? И не конкретного. Не поняла. Подожди, я не понял. У него... В смысле? Ну, как жизнь? У него есть восклицательный знак про улучшение. Я нажимаю. Твой байк, да? Ничего не происходит. Пусто. Ладно. Мэни ван лав. Хорошо. Подожди. Нет, не туда. Вот сюда. Это Ада. Трости ее пометили. Причем трости очень похожи на трости. ТВ. Ну, блин, я не знаю. Что тебе нужно? Пойдем трофеи отдадим. Тюнинг такого Копланда. Ну, слушай, а зачем тогда здесь механик и вот это вот все? Ну, как-то нет. Эй, я это... Что-то давненько бухаря не видал тут. Да здесь он, наверное, больше помогает Копланду в последнее время. Слушайте, прикиньте... Скажи ему, пусть тащит свою задницу сюда. К нему дело есть. Да, передам. Лады. Прикиньте, сколько ушей из толпы можно будет нарезать. Ты что бесишься? Ножками топает, бесится, смотри. Он не может улучшать. Ну, а зачем тогда восклицательный знак вешать? И что я могу там сделать? Я там даже отремонтировать не могу. То есть там нет никаких кнопок. Это просто внизу. Ну, короче, блин, это... Странная хрень. Ладно, хрен с ним. Мы не, короче, ванлав. Мы здесь можем подтопливиться. Пойдемте, пойдемте вот сюда подтопливимся. А что она не ставится нормально? Ладно. Подтопливимся. Хотя зачем нам? У нас и так все по фулу. Откройте дверь, пожалуйста. Ой, у них что-то горлянды тут висят. Слушай, а вот интересно, что тут? Вот тут вот здесь озеро какое-то. Мне кажется, самое что-то интересное может быть. Пойдем позиркаем. Как мамка, слушай. Ты помнишь, что я тебе говорю? Не ездил бы ты туда, Дик. У тебя от этого башню сносит. Бухарь, я... Слушай, я езжу туда, потому что там фрики. Нам нужны трофеи. А уж где их добывать, мне похрен. И тюльпаны фриком везешь. Я. Я видел сегодня утром. На столе. Такие же, какие у нее были тогда. На свадьбе, я помню. Я не буду... Короче, ты там лежи, отдыхай. Я занят. Конец связи. Это не тюльпаны. Это очидки. Глаза разуй. Слушай. Это вот... Он сказал это потому, что я поехала вот туда, куда я сейчас ехала или что? Вы меня не видите, я в домике. Да, чтоб тебе всралось-то, ну... Не, ну в грудь, конечно, им стрелять-то гипло дело. Ну, слушай, я прям даже не знаю. Предлагаю сходить туда, к этому озеру, пешкодралом. Потому что, ну, чтобы не тратить, во-первых, бяндин. Во-вторых, они все равно там толпами. Если будут ходить, я постоянно буду останавливаться. Нафиг это надо. О, даровки. А вот и бяндин. Миф, привет. Дела неплохо. Потихонечку играем. Медитируем, фактически, над этой игрой. Так, вот сейчас поставим. Чтоб рядышком было. Очень игрушка неспешная такая, задумчивая. Наполовину симулятор выживальщика, байкера. Вы знаете, мне кажется, игра неплохо подойдет, когда ты хочешь во что-то поиграть, но при этом... Не хочешь куда-то постоянно что-то сбежать, что-то какие-то... Идешь, что-то ездишь, катаешься, смотришь. Ну, в Реддеде все-таки, если так сравнивать, да? Открытый мир был поинтереснее. Там как-то... Ну, я не знаю, там... Там моя атмосфера, начнем с этого, была другая. Не было чувства вечной опасности вот этой, а здесь все-таки постап. Что еще можно было ожидать? Что мир раскроет тебе объятия свои? Конечно. Ты где-то там кашляешь, собака. Йоро. Ну, мне кажется, примерно так это и будет выглядеть, на самом деле. Ну, вот что с вами делать, уроды. Проще обойти, конечно. Ну, они же пойдут с собаки за мной. Они же умеют это делать. Вот, радуйте. Бачка, бачка. Мне, конечно, сравнивать... Ну, кто бы сомневался. Сравнивать, конечно, открытый мир в Реддеде и здесь, это не совсем корректно, потому что разные жанры. И, соответственно, что может быть нормальным в Реддеде, будет смотреться странно здесь. Ну, и наоборот, соответственно. Пролезли я... По запаху... Гнездо где-то рядом. Харренту, понятно. Слушай, гнездо... Два молотва всего, да? Ну, может быть, там есть бутылки. Как же здесь все-таки не очень удобно целиться. Я устала, 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 я устала. Следующие инъекции будем качать за пастил, честное слово. Да, в смысле, да, господи, я тебе в шею попала там. Ох, она мне. Да, в смысле, да, господи. Можно в них кинуть молотов, я знаю, но, блин, мне жаба душит. Скажем прямо. Можно, конечно, в них... Что-нибудь, какую-нибудь гранатку забабахать. Но это все настолько ценный ресурс. Ах, сучонок. Что бы с вами сделать, того спаурротса? Я еще... Слушай, а вот интересно. Если собрать этих стеми и массово зафиндючить им... ...молотовым... ...можно даже и жалко будет. Если на всех... Они меня потеряли? Они меня потеряли. Я такая незаметная. Так, ну там двое, здесь еще, судя по всему, трое, судя по звукам. Ну ладно, хрен с ними. Причем это мы еще даже в зону не зашли. Это одна из трех. Ну раз прям на подходе была одна. В толчке, может быть, будет вторая. Божественный стелс. Пропадаю прямо на глазах. Так, ты запиликаешь? Я что-то подозреваю, что ты запиликаешь, мороси. Нет. Ну, на ней, правда, красненького огонька не было. Но я, кстати, замечаю то, что иногда машинки педикают, даже когда на них вроде как нет красненького вот этого огонька сигнализации. Или мне показалось. Ай, черт. Если игра не дает, ордов стример сам себе ее собирает. Ну, а че? Игра просто слишком легкая. Мне ж надо как-то усложнять. Так, ну слушай, есть этот самый. В принципе, можно будет сэкономить на молотые. Надо только найти этот самый гонезду. Это пещера. Я не хочу туда. Это пещера, чат. Там точно гнездо. Игра. Игра. Хе-хе-хе Хе-хе Хе-хе В смысле, блин, орда? Нееет! А типа, если я пойду дальше, я их сагрессирую или че? Когда там сохранение было в последний раз? А че там пикает красное такое? Слушай, я иду, по-моему, в гнездище вообще страшное. Они точно оттуда ломануться. Я не осилю. Вы че? Вы че с ума сошли? А че это там такое-то, а? Прикинь, там сигнализация какая-то. Кусок сигнализации, кусок машины с сигнализацией. Ох, какая жопа. Ого, как нехорошо. Сейчас десять часов вечера. Они, по идее, уже вышли. Поэтому их тут нет. Может быть, они тут днем спят? Вот тут, прям тут. Поэтому нам и показали все это. А сейчас, видишь, их тут нет? Потому что они ушли охотиться. Сейчас какой-нибудь босс, блин. Вроде обезьяны с мечом, которая потом без головы бегает. Господи, хоть бы ничего не произошло. Хоть бы ничего не произошло. Ох, слава богам. Так, запас сил на этот раз, давай. Я не знаю, чувак, что это? Мне на самом деле. Да, микрорегистратор. Посмотрим. Быстрее! Отступай! Отступай! Назад! Назад! Что это такое? Что? Не знаю. Небеченый. Я? Что делать? Что делать? Назад! 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 Нет! 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 Назад! Валим! Господи, что это было? Просто валим. Хотя у меня нет желания выяснять. Ну его в жопу валим. Мы здесь всё взяли. Всё, что нам нужно было. А чё так громко? А вот потому что... Блин, я не знаю почему. Из геймпада это всё орёт. И оно орёт достаточно громко. Они по-моему... Они по-моему реально просто потому что ночь. Они свалили. А если бы мы пришли сюда днём... Ну... Нам бы было весело. Мы бы наверное пробудили что-то. Ой, чё такое? Дурак что ли? Красиво стояла! Чё ты, господи... Ломать не строить! Зачем? Грязевые ванны, смотри, принимает. Так, вот там по-моему гнезда. Вот в том доме. Так, это очень хороший звук. По-моему впереди орда. Впереди орда! Вон она. Я чую гнездо. А я вижу орду. Она где-то здесь. В жопу гнездо, когда орда впереди... Да чтоб тебе всралась! Кто поставил сюда этот сраный камкан? Ух ты ж срань! Да что ж два раза-то подряд! Нет! Нет! Бежим! Бежим! Беги! Нет! Ну их в жопу таких! Смотри сколько их! Господи! Почему были сейчас эти сраные капканы? Чё ж так везёт-то в этот день? Топи, мужик! Топи, как никогда не топил! Маленькая орда, кстати, какая-то. А, ну потому что остаток орды там! Мяу! Мяу! Первая смерть! Это маленький кусочек орды к нам пришёл. Ой, я не то опять слопала, блин. Ну ладно. Так, ладно. Сейчас что-нибудь придумаем. Эта орда реально вышла из той пещеры, но она только-только вышла. Она только-только вышла. Ей и так хорошо было. А чё? А чё она не лечит у меня до конца? Так, ладно. Всё это чрезвычайно весело. Ты меня потерял что-то? Нет, не потерял. Но был близок к этому. Слушай, я мастер стелса. Смотри, я почти ушла. Слушай, ну их поначалу реально больше, чем днём. А, отвали. Ордушечка, да. Там, нет, большая орда, она там была дальше по дороге, она там копошилась. Просто на меня среагировала небольшая часть отщепенца вот эти вот, самые любопытные. Так, их четверо. Так, так встать надо. Эх, собака. Да ептись, шо ты делаешь? Уж как-то вот некрасиво получается с ними драться. Подожди. Нужно понять... Нужно понять, как это всё делать так, чтобы сбалансированно всё было. Чтобы не просто бегать каждый раз и тратить выносливость, а чтобы... Ну как-то и урон, что ли, какой-то наносить, нет? Ну это в рукопашку на эту толпу этот толпа! Это не работает, логично. Но мы проверили. Так, ну что я могу? Я могу светошумовушку им кинуть. Интересно, кстати, как это будет работать! Да я в перный театр-то, ну. Ай, маши насрать, короче, слышь? Ай! Ай! Ну ладно, ожидаемо. Не, мы только что брали концентрацию. Ну, честно говоря, сейчас уже лечиться особо не хотелось, просто потому что, ну, ситуация такая не очень удобная. О, прям тут хорошо. Ситуация не очень удобная, и, соответственно... Ну, это просто потратить. Фактически здорово. Микрорегистратор, здрасьте! Господи, аруто не конечно, будь здоровь. Вот это так, что уже выяснил в параллельной вселенной. Не, ну это была не Орда. Мы вообще к ней не готовы, в принципе. Понятно, по нам. Мы с обычными-то тут елозимся два года. Какая уж Орда. Орда. Так, главное сейчас не наступить в эти сраные капканы. Кто их тут поставил, боженька? Ну, вон она, вон она впереди. Вон они. Вышли вот только что, видимо, на ночь глядя. И пошли, короче. Так, сраные капканы. Так, подожди, куда ты? Ну-ка, возьми. Слушай, ну не, если я подаю... Подожди, если я подберу, мне придется в эту штуку выстрелить, они среагируют наверняка. Я предлагаю немножко переждать, пока они свалят подальше. Потому что, если я... Гу, гулять, пацаны, да-да-да. Потому что... Если я выстрелю, они могут услышать... Вон они... Жрут. Флешмоб у них там. Ты что-то орешь-то, господи. Слушай, ну, здесь страшно, конечно, в нынешней ситуации. Так. Подожди, гнездо. Где-то тут вот прям были эти сраные... Сраные капканы. Так, а если я... Я правильно вообще кидаю? Какие вы неудобные, а. Как же ж, неудобно же ж, стрелять же ж. Когда они бегут... По... Че это было, господи. По каким-нибудь кликерам реально проще попасть, если честно. Есть навык фокусированный выстрел. Он у меня еще не взят. Ох, ты ж, срань-то, господи. Я слышу ручание какое-то вонючее. Почему именно сейчас, господи? О, деритесь друг с другом, я пошла. Господи, сидела в кустах, никого не трогала. Что вы лезете, господи, как на бушет? Мне нужен дробай, что это невозможно. А, не то. Постоянно путаю вот это и вот то. Они так похожи. Спокойно. Да чтоб тебе всралось-то, господи. Там штучка была. Очень неудобно по ним стрелять. Просто как-то невыносимо. Куда ты лезешь, сущенок? Так, два выстрела. Я вижу. Кстати. А, я тут... Блин, я думала, он у меня есть, а из-за того, что мне... А, я топорчик-то не подобрала, получается. Да, не плохо. А, че она умерла раньше? Здравствуйте. Фас! Не на меня! Да, в смысле, два хэдшота, сраная собака. Волчара! Позорная! Вам не достало меня кушать так по одному-то... Господи. Психанул, простите. Еще один трофей. Господи, сколько можно? Оставьте меня в покое. Шага не даете ступить. Арбалет классный. Чего-нибудь достойно. Стрелой, чтобы подбирать, нужен навык. Ну, там шанс подбора. Ну, стандартная фигня. Боженька, че так напряженно ты все в моей жизни? Очень неудобно стрелять, когда ты от них отбегаешь. Во-первых, они бегают быстрее тебя, скажем сразу. Соответственно, ты отбегаешь, конечно, чуть-чуть. Поворачиваешься. Но они так бегают. Вот, ну, вы видите, как они вихляют. Выцелить там эту несчастную голову? Дай бог просто. Оружие у тебя плохое. Оно сносит очень мало. Ты стреляешь из-за этого, из-за того, что ты не можешь попасть. И они очень близко к тебе, там, в голову не выцелить. Ты стреляешь им в пузо, в грудь, в ноги, куда угодно. Только мне в голову, блин. Очень мало урона. И при этом... Очень больно. Потому что, скорее всего, тебе в любом случае влетит в голову. И это прям очень обидно и очень больно. Пестик... Да, кстати, это же новый. Он неплох. У него чуть-чуть побольше урон. Но я хочу отметить то, что они уже получили до этого урон. Поэтому здесь надо... Бери. Здесь нужно по нулю проверять. С самого начала. А не вот так. То, что я выстрелила там несколько раз из винтовки. Потом вот это вот. Так, а внутри-то там что-нибудь... Так, стоп. Сраные эти самые. Если уж толпу все еще. Че-че-че-че-че? Пригодится. Подожди. Какой там пистолет? Ну, мой предыдущий, получается, да? Так, толпа ушла, кстати, налево. А, не, показалось. Че пешкодралом? Ну, я специально, чтобы не тратить... Потому что... Ну, зачем мне здесь мото... Да твою мать. Зачем мне здесь мотоцикл, когда я... Ты видишь, в какой ситуации? Зачем я тут буду ехать вот так вот? Мне нужно аккуратненько зайти в зону. Выжечь и выйти. Если я здесь на мотоциннике ворвусь... Порвут. Как тряпку. Ну да, от орды же проще убежать. Если я ворвусь на мотоцикле, орда меня увидит. Я же не... Такер, ладно, подъеду к вам. Отбой. Все. Я же не собираюсь врываться в толпу и потом бежать от нее ногами. Я собираюсь обойти толпу. Обойти толпу на мотоцикле достаточно шумным. Тут как-то трудно будет. Проблематично. Стелс на мотоцикле это плохая идея, я так скажу. Вот прям хреновая. Здесь на ногах-то не всегда получается. На уши на колесах. Тихо, аккуратно. Мы пока что слишком слабенькие для таких испытаний. Где еще может быть одно гнездо? Вот смотри, одно мы где-то вот в начале вот тут вот словили. Второе было где-то тут. Третья, небось, собака где-нибудь вот здесь. Около озера. Прямо там, где они тусуют. Либо где-то вот где я. Но здесь что-то камни одни. Где-то здесь гнездо-то. Жалко, он не может в бинокль увидеть гнезда. Как будто бы. Там вот мы пробегали, там ничего не было. Там вот домики мы только что там были, мы выжгли. Соответственно, там уже ничего нет. Обычно они такие разбросанные, гнездышки. Они жрут вот как раз вопросик мой. Кстати говоря. Йору, че ты там? Че ты там? Какой решающий вопрос? Я не могу просто понять. Я уже... Нет, я еще в зоне, кстати. Ну, пойдем тогда дальше, на север. Ну-ка, подожди. Здесь проход есть? В принципе, вот эта дорога, да, похожа? Они идут сюда, что ли, уроды? Будем не слышатся. И опять гроза, да? Они идут сюда! Не, ну не сволочи ли. Они идут сюда. Шок вам сралась. Дайте гнездо, и я свалю. Телепортом, кстати говоря. Почему бы и нет? Это, конечно, не совсем честно, но до байка бежать очень долго. Так, сосиска, привет. Добро пожаловать. Потому что это очень большая зона. Слышишь, вот таким вот зонам каждый раз бегать и скатить здесь ранее гнездо. Я тебя, конечно, затрахаешься уже, извините. Это пока что меня напрягает. Тебе не обязательно это делать, конечно. Но, как бы, если ты не будешь это... Все на том же месте. Сколько же должно пройти лет, прежде чем это разрушится? Лагерь беженцев? Ага. Тут лучше бы вы, ребята, остались в водище. Ни черта они не смогли для вас сделать. Что-то я хотела сказать, забыла. Что я говорила, что-то? А, и там эти двори, господи. И эти сейчас... Я сейчас мне зажмут. Зажмут меж... Межляжек. Меж ягодиц, я бы даже сказала. Потому что сюда идет толпа. Здесь это лагерь вот этих придурков. Если я включу электричество, ну, как бы, жопа. Я, кстати, вышла из зоны гнезд. Значит, оно все-таки где-то там было. Я-то немножко не там. Ну, это было понятно, конечно, по иконке, но... Здесь, кстати, можно будет сохраниться, если мы зачистим это место. Ну, как зачистим? Электричество включим. Ох, как там заливаются просто, смотри. Господи, вот... Вы помните еще какую-нибудь игру, где вот так цеплялись своими ручонками за канистры с топливом? Ты прям реально чувствуешь, что это на вес золота, черт возьми? Эта бакляшка красная. Они наверняка вот эти неровцы тусовали здесь. Где ты есть? Господи, где ты жрешь-то? Неровцы тусовали здесь. Ой, ты его ронила опять, да? Чего он с биноклем роняет постоянно канистру? У него две руки, камон. Сен-Джон, это Тайкер, прием. Ты слышишь? Я говорила на днях с Элкаев и с другими людьми. Я знаю, что ты помогаешь лагерю. Просто хотела сказать спасибо. О-о-о. Ну, хоть кто-то говорит мне спасибо, слушай. Это приятно. Не то, что я сделаю... Да-да, спасибо, и все, вали отсюда. А то спасибо. Ты молодец. Ты стараешься. Рискуешь своей жопой, Родинес. Мы тебя любим. Здесь натолкнуть эту штучку можно? Нет. Не удивительно. Это кто? Что? Бабку убьют вангую. Готовьтесь к этому морально. Бурлит там. Да ладно, ну. Так, мачете себя тоже неплохо показало. Короче, вот на них рубище хорошо работает. Топор. Мачетка. Охренеть тут посплюток, кстати. Здесь, наверное, даже ничего не надо будет включать, да? Ну-ка, подожди-ка. А что здесь тогда? Какая цель? Только памятный камень Сары посетить здесь, да? Ну, получается, тот диалог был, да, из-за Сары. Потому что, если неровцы, мы нашли их инъектор в пещере, получается, грубо говоря, инъектор, который должен был быть здесь, он перепал туда, а здесь чисто вот Сара. Ну, пойдем. Понять бы, как подняться. Я вижу пеликолку какую-то на стене, или мне показалось. Так, подожди, так как. Ну да, там было закрыто. Значит, мы правильно идем. Не поворачивайся. Не знаю, зачем я эту хрень с собой таскаю. Здесь ничего заряжать не нужно будет. Но вдруг мне на обратном пути попадется гнездо. Кто же знает. Ну, давай, ладно, в обход. Хотя, подожди. Не надо эти звуки издавать, мне не нравится. Ты где? Слушай, он как будто прямо здесь сидит. Ну, почти, конечно. Ну, окей. Пойдем со мной. Так, подожди, слушай, дай все-таки прикинуть. Как-то вот надо вот в эту часть пропехать. А там можно вот так подняться, что ли? Почему мне вот так показывают? Что-то у меня сомнение терзает. Смутно. Пойдем, конечно, посмотрим, но... Ну, не, ну, слушай, ну это бред. Что-то как-то... Хотя, блин, а зачем так будет, вот, дырка? Ну, я у меня... Что-то, мне кажется, я там не поднимусь. Так. Получится, интересно, вот... Хрен там. Так, а подожди, а где, а как? Вот так? Где моя канистра? Я их буду с собой таскать до скончания времен. Штучка. Только не поворачивайся, мужик. Или не знаю, кто ты там. Кем ты себя там позиционируешь? Я не знаю, но ты умрешь. Так. В принципе, вот она. Так, ну-ка. Лады, тихо. Два. Три. Тряпки закончились, кстати. Три штуки, да? Дикон Сент-Джон, это Такер. Я тебя уже спрашивала, куда подевался Бухарь. Где эта сладкая мордашка? У него все нормально? Дикон на связи. Нормально все. Я же говорил, он занят. Наверняка пошел на вылазку для этого козла Марка Коупленда. Похоже, я ему не особо нравлюсь. Бухарю в смысле. Ну, там еще за этим самым ходило одно тело. И, по-моему, еще чуть-чуть правее одно. Если мне слух не подводит. Ну, их как минимум два еще точно. Ну, пойдем. Вот одно вылезло. Вот второе, кстати, слева вылезло. И вот справа, вот где-то за этими штуками, штуки две. Не надо. Не знаю, зачем я тебя пытаюсь отметить. Не, ну, слушай. Я его убью, они меня все увидят сразу же, моментально. Толбаные фрики не здесь. Ясно вам? Можете кормиться где угодно, но только не здесь. Этот лагерь мой. Это не ваше. Усекли? А, тут. Давайте, спас. Проваливайте из моего лагеря. А-а-а. Видно, дико. Слушай, ну, можно взорвать штучку. Вот здесь вот как будто бы быстрый спуск можно совершить. Там еще вышечка какая-то интересная. О, здорово. А-а-а. Мужчинка. Мужчинка, идите сюда. Я даже не знаю, с кого начать. Он боком просто стоит. Я боюсь к нему подходить. Не знаю, сработает это как треугольник или нет. Лэйзи, спокойной ночи тебе. Сколько же у вас тут сволочей, а? Ну. Достаточно, чтобы это затянулось минут на 10. Я просто боюсь, выйдешь из кустов на одного, заметит вот этот. Или вот эта мадама. Ну, какого хрена я треугольник уже жаля. Это что было сейчас? Никогда такого не было, и вот опять. Это что было-то? Она подходит, я же не треугольник, она меня бьет. What the fuck? Да ептишь. Дурак, что ли? Сколько? Сколько? Слушай, мачетка против них реально неплоха. И каждый удар, кстати, снимает по 5. Слушай, мачете... Не по 10. А по 5. И им хватает двух раз. Слушай, мачете мне нравится внезапно. Я что-то думала, оно хуже будет. Мне определенно нравится. Вот смотри, 4 лома, да, на ремонт. Нужно будет потом проверить. В смысле, максимальная прочность. 35% прочность, алло. Окей. Странно. Ну, ладно. Ой. Ну, Меркурий. Что ты говнишься? Кто-то не знает. Я, например, вообще не знаю, кто такой Сэм Уитвер. Если бы мне не сказали, я бы, наверное, в своей жизни вообще бы никогда не устала. Подобрее, пожалуйста. Чуть-чуть-чуть добра в жизни. И в чат. Сарказм, это классно, но в меру. И в нужное время. И опять гром. Я говорю, сарказмом надо знать, как его использовать. Когда ты просто так... Вот это вот. Может, хоть теперь я пойму, чем вы здесь занимались? Говорит лагерь 13 дельта. Вы у нас дальше? Скажи им! Скажи им! Я пытаюсь. Они нас заберут! Срочно! Заткнись, заткнись! Я пытаюсь! Повторяю, это лагерь 13 дельта. Мы не справляемся. Так поняли? Дай сюда! Что ты делаешь? Возвольте ратию! На помощь! На помощь! На помощь! Я должен был быть здесь. Собственно, в теории, вот сюда Сару и увезли. На вертике. И, собственно, на этот лагерь, видимо, напали. Ну, собственно, очевидно. И он наш. Г-г-г. Подумаю, что Сара умерла. Поставил здесь ей памятный камень. Но что-то я сильно сомневаюсь, что она умерла. Потому что иначе сюжета, мне кажется, семейного вот этого не было бы. Плюс у Брайан, который отвез нашу Сариту сюда. Это последний. Он выжил, как мы выяснили. Так что... Так что, как бы, да. Семейная встреча, не за горами. Так, ладно. Все это, конечно, очень весело. Давайте посмотрим, что мы можем подобрать здесь. Оно вот так вот каждый раз подсвечивается, подсвечивается. Просто иногда треугольником подсвечивается даже... Не то, что ты можешь подобрать, а то, что ты можешь использовать вроде вот этих штук. Ты бежишь и не видишь нифига. А где? А что то, что подсвечивалось? А когда ты рядом стоишь, оно почему-то, ну, не подсвечивается треугольником. То есть иконка меняется на ту, которая должна быть у предмета, у того или иного. И ты теряешь этот треугольник. И ты не понимаешь, что до этого подсвечивалось. Это немножко путает, если честно, местами. Ну, ладно. Привет, милая. Да, я... Я с ними разделался. Больше они тебя не потревожат. Привет. Это снова я. О. Только непонятно, иногда вот такие темные какие-то кадры проскакивают. Как будто бы экран гаснет, а потом он вспыхивает, и вроде тот же самый кадр. Это такой... Прикольно. Нравится то, что... Надо идти. О, флэшбэк. Дик, я должна тебе сказать. Эй, да просто рука, ничего страшного. Ты говорил, нельзя возвращаться. Но я не послушала. Я знала, что становится хуже, но я... Ну да, ты же мог знать, что все так быстро. Нет, ты не понял. Я не знаю, как я буду жить, если потеряю тебя. Это я виновата. Эй, никто никого не теряет. Я же обещал, помнишь? Дикон, стой. Идем скорей. Тут ребенок. Ну. Эй. Вот чё. Эй, что с тобой? Не бойся, мы найдем твоих родителей. Сара, надо идти. Давай. Она меня ножом. Черт. О, нет. А? Ну, сильно? Я не знаю, наверное, не очень. Так вот, прижми это как можно, Кэпти. Бежать хочешь? Бежать нет, но идти могу. Ну, уже неплохо. Ну, не знаю, откуда она там взял загноилась. Загноилась? Как глупо это все. Ребенок это. Был маленький ребенок. С большим ножом. Эй, помоги мне. Давай. Давай. Кто там? Надо скорее отсюда валить. Нам нужно на крышу. Посигналь какому-нибудь вертолету. Наверное, имелось в виду заражение, но что явно нечистое было. А почему загноилась? Как он там? В смысле, загноилась. Ну, тупо. Пять минут прошло, блин. И он через футболку увидел, что она загноилась. Мне кажется, это косяк перевода. Отдохнешь и станет лучше. Эй, тихо, тихо. Она ведь была прямо, как моя сестренка. Когда мы играли в прятки, она всегда накрывала голову одеждой. Я думала, что я... Меня, конечно, тоже паряли, но не так. У нее жар. Господи. Ты глянь. Надо уходить. Никуда мы не пойдем. Так. Идем. Радная. Радная. Сможешь встать? Сейчас. Сможешь. Сможешь. Я буду, чтобы победила зацена. Жесть. Черт. Вы ее убили. Вы убили мою штуку. Тихо, тихо. Стойте, стойте. Что делать? Так. Короче. Ты отвлекаешь. Я попробую идти сзади. Ладно. Ничего, ничего. Давай. Иди давай. Пошел ты! Сэр. Эй, я безоружен. Я безоружен. Уходи. Нет, послушайте меня. У меня там жена. Она ранена. Мы хотим пройти на крышу. Пошли, вон сон. Вы убили мою штуку. А мы ни при чем. Слушайте, я ничего не знаю про вашу жюри. Я соболезную. Мы ни при чем. Мы ни при чем. Убейте мою штуку. Моя штука. Моя штука. Мужик. Убили я. Хватит. 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 Жесть, господи. Твою мать. Твою мать. Твою мать. Господи. Первый раз убил, да? Не заставки тут, конечно, просто. О, да мурашек. И, блин, это кусок. Ты, сколько за... Стойте, стойте, она ранена. Что с ней? Она не... Короче, она никак эти... Ножом приморит. Я больше не подниму. Каждый раз слышала. Короче, она не какает. Ладно, слушай, О'Брайан. Если ее не доставить в больницу, она умрет. Но больниц больше нет. Ой, да ладно, как это нет? У вас же врачи приемные, мобильный госпиталь. Да я только что окончил колледж. Я волонтер. Меня тут и быть не должно. О'Брайан? Ладно, черт. У меня место еще только на двоих. Как это на двоих? У нас перегруз, ясно? Я могу взять двоих. Ну ладно. Давай, помоги мне. Ну ладно. Потерпи. Ты поправишься. Я вижу. Эй, я вернусь оттуда. Так, Бухарь, пошли, нам надо вернуть. Стой, стой. Нам надо вернуть. Я его слышал. У него там место на двоих. Иди. Будь с ней. Я справлюсь. С нами ведь и похуже бывало. Так. Да уж, бывало. Да. Блин, наш главгерой просто... Куда вы летите? Что? Куда летите? Лагерь беженцев на запад от Трехпалого Джека. Послушай, Бухарь без меня точно пропадет. Слишком хорош до этого мира. Потом вернешь. Ты с нами? Нет. Джек! Черт. Придорок. Ты что сделал? Это необязательная точка на карте. Мы сейчас контент увидели на 10 минут сюжета. Ну, заставок. Это было необязательная точка на карте. Ее рука, как обычная. Надо, кстати, сейчас посмотреть. Я до этого не обратила внимания. А вертолеты, которые там валяются, кабины, да? Ну, туловище. Че, там 77-й есть? Долго грузит, что-то думает. Ты спи спокойно, ладно? Я тебя скоро навещу. Я знаю, ты бы этого не хотела, но... Наверное, Бухарь прав. Я не могу себя перебороть. Она жива стопроцентно. Господи, это очевидно, что она жива. Это настолько очевидно, насколько это возможно. Нас пытаются активно убедить в том, что... Вот, кстати, 771-й. Я успокаиваю Дик отстань. А, ну, хорошо. Простите. Простите, что вам помешало. Ну, кстати, здесь опять... Дик, на связи? Скучно было. Я подумал, с мастерюка что-нибудь. Заскочи, как сможешь. Тебе понравится. Бухарь, спасибо. Да, я заеду, как смогу. Отбой. Прикиньте, зараженная. Не-не-не-не-не. Ну, в смысле? Не, она, во-первых, где-то говорилась, я не помню, в ранних этих самых... Какие облачка смешные. Прям по ним попрыгать хочется. Знаете? Под звук. Короче. Где-то говорилось, что у нее какое-то там научное образование. И она то ли работала в компании там какой-то научной, то ли что-то там. Короче, стопудово она выбралась вместе с этим Абрайном. И работает сейчас с ним. Будет, знаете, ножом в сердце, если она с ним еще и замутила там. Я надеюсь, ее не сделают настолько, настолько такой. Я надеюсь, она будет нам верна до последнего. А может быть, она тоже думает, что мы погибли. И работает уже из последних сил. Вот как мы выживаем из последних сил. Она из последних сил пытается как-то найти лекарство, может, от этого всего. Так, толпа приперлась, да? Чудесно. Это был звук толпы. Но когда я вышла, он исчез. Это как работает. Я хотела, кстати, там с уступчика. Нет, ну его уже. А ты, кстати, орды даже в кустах не спрячешься. Я хочу как-то их обойти. А, слушай, у меня же телепорт есть. Вот, кстати, давай. А, нет, не дают. Почему? Потому что я в жопе, да? Мне не дают телепорт, потому что я в жопе. Нельзя и по-хитрому. Догнать вертолет, смотри. Какие хитрые они не дают. Ну, суки. Ладно. Пешком будем догонять вертолет, я чувствую. Слушай, надо, конечно, выйти отсюда. Ну, я не хочу в толпу выйти отсюда. О, господи, не надо так делать. О, боженька. Ну, пойдем выйдем здесь, где открыли. Так, ну, в принципе, ок. Только не ломай ноги! Ладно, пойдет. Так. Быстро переход заблокирован. Для перехода очистить зараженную зону. Ну, вот эту, да? Слушай, ну, по идее, сейчас утречко. Может быть, они как раз свалили. Пойдем найдем третье гнездо. У нас откроется быстрое перемещение. Все у нас будет зашибись. А, кстати, сохраняшка у нас только что была. Так что, в принципе, норм. Вот интересно, кстати. Если зайти вот сейчас... О, кстати, вышечка. Интересно, я что-нибудь могу там сделать? Если зайти сейчас... Интересно, они над трупным вот этим пиршеством кружат или что? Байк, где посеяла. Ну, вон он, иконка на миникарте. Алло. Я его не посеяла, я его оставила. Чтоб не привлекать внимание толпы. Да, ёпта. А толпа все еще здесь. А началось даже со Второй мировой. В 47-м федералы приняли этот, как они его назвали, закон о национальной безопасности. А этим бессовестным законам они нагло присвоили себе право в любой момент взять под свой контроль железной дороги, автодороги, радио, да все, что им будет угодно. Теперь федералов нет, а мы все еще здесь несем миру свет правды. Правда в том, что я все знал. Конечно. Уже много лет назад были фотолагерей смерти Неро, которые строили для нас, граждан Америки. Мне не верили. Если бы хоть кто-то возмутился, ничего этого не было бы. И знаете что? Это не повторится. С вами Марк Копланд. Это радио Свободный Орегон. Блин, как он меня бесит. Теперь те лжи. Ну, в одном ты был прав, Коп. Подожди, в одном он был прав? Было вот тут? Блин, ну точно где-то здесь собака третьего днезда. Или бы здесь? А, вот оно, господи. С лагерями смерти. Только не в том смысле, в каком ты думал. Ну? Горите дважды. Окей, окей, окей. Да ну нет, откуда вы-то бежите? Господи, вы же к воде пошли, алло. Ах, сучата. Ну, ну, ну. На-на-на. Хе-хе. На-на-на. Ох, обидно. А сколько велики мои шансы выжить? Никаких. Никаких. Ну, блин, от них убежать, конечно, на своих двоих, это очень тяжело. Потому что ты только разворачиваешься, и вот этот метр, который разделяет тебя и их, он заканчивается за одну секунду. Ох. Ой, господи, где я? Где я? Я все еще тут, да? Ну, мы, по крайней мере, кстати, знаем, где это место. Вот тут оно было. Они шли к воде, я уж так расслабилась. Думаю, классно. А, подожди, вот это место. Нельзя, говорит. Подожди, а, вот это место. Все, мне засчитали, да, то, что оно сгорело. Ой, какая вредность. Ой, точно, да, засчитали. А можно прямо сейчас во время боя нельзя? Ну, и замечательно, слушай. Ну, и хорошо. Где-то среди этой толпы. Где ассасин-женщина? Ага. Да емае, что ты не запрыгиваешься? А что он не запрыгивает-то? Стряне. Ну, ладно. Давайте, кстати, проверим пестик с нуля. А, что, вообще, вообще, насквозь, что ли, прошло? Ну, это голова, это нечестно. Они солнца боятся, видишь? Раз, два, три. Три в грудь, слушай, ну это неплохо. Ладно. Три в грудочку. Блин, они реально, они пошли к воде. Вот они уже, уже ушли. Понимаешь, что это? Я специально подождала, подожгла. Я не стреляла. Еще трофеи. Ничего. А какого хрена они вернулись? Или они вернулись на крики своих собратьев павших? Ну, это обидно. Ну, хорошо, что засчитали на самом деле. Да что-то сгодится. Даже с учетом того, что здесь сохраняться полноценно, можно только... Ой, здравствуйте. О, нет, вернее. Слушай, а как так выходит? Самодельная мачете. А здесь какое мачете? Просто мачете. Окей. С учетом даже того, что сохраняться полноценно, можно только около байка, там, кровати и так далее, здесь довольно много быстрых автосейвов таких самостоятельных. Ну и, в принципе, норм. Нет такого, как в Kingdom Come, знаешь. Когда только в сюжетных заданиях. А если до этого ты помираешь, ну... Извольте загружаться и фигачить за новое. Это приятно. Потому что, прикинь, вот здесь при всей неторопливости геймплея, вот в этих вот зачищаемых миссиях, если бы оно еще и загружало куда-нибудь в начало. Это было бы, конечно, очень больно. Ох, хорошо. Так, ну давай вниз. Подожди. Давай на красоты посмотрим, ты успеешь сразу вниз. Причем, смотри, нас когда загрузили, там толпа пропала. Мне вот интересно, если мы сейчас пойдем в ту пещеру, она там спать будет, эта толпа? В теории, да. Можно, кстати, проверить, на самом деле. Чтобы просто знать. Смотри, кстати, там костер. Ну, там, кстати, и этот самый. Можно телепнуться, на самом деле. Или нельзя? Стоимость быстрого перехода еще 44 минуты подождать? Ах, вот они, ограничения. Я-то думала, шо ж. То есть без байка? Ты, во-первых, ты не можешь без байка телепнуться. Во-вторых, 44 минуты тебе нужно подождать до следующего перемещения. То есть хреначить через всю карту? Извольте ездить на байке. Мы, че, его зря делали, что ли? Кстати, дальность прорисовки тут не фонтан. Близорукость. Близоруко, все красиво. А вот подальше уже мыло. Че я ждал все эти годы? 44 игровых. 44... Нет, мне кажется... Реальных. Потому что, ну, хомон, игровых. Где оно? А хотя, кстати, нет. Как будто бы игровых. Ну, потому что 44 минуты уже прошло. А смысл тогда вообще-то делать-то было, слышишь? Зачем? Для каких целей? Если ты только что загрузился автосейвом, типа, чтобы ты не сразу метнулся куда-нибудь телепортом, а тебе пришлось подождать-нибудь? Первый, первый, я второй. Нет? Спущусь ли я тут, не поломав ноги? Сомнительная. Он едет 4 минуты. Ну, была первая мысль, но тогда почему красненький? Короче, как это не очень понятно. Просто раньше я такого не видела, а сейчас увидела, и я что-то такая... Слушай, а что это там, смотри, деревки стоят, и как какое-то... Чё это, палатка там такая? Что это такое? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Чё это, чё это, чё это? Чей-то лагерь? А-а-а-а-а. Кучка бродяг, что решили поохотиться ради разнообразия. Да пошли они, слушай. Давай их, этот... обшмонаем, да и пойдем отсюда. Что это? Деревянная бита. Говно. Но она крепкая. Но она говно. По сравнению с мачеткой. По сравнению с мачеткой. С топором пожарным. Но она крепкая, да. Там больше ударов. Но с учетом... Нафига тебе больше ударов? Тебе цель твоя побыстрее убить? Если подумать, да? Ой, донатик был. Я не заметила час назад. Сквозняк. Сквозняк задонатил. Сто грамм. Сто грамм. Сто грамм чего-то. А я не заметила. Я очень внимательная. Спасибо за донатик. Я надеюсь, ты слышишь это благодарственное. Не надо. Потому что я реально не заметила. Тварь. Махнатая. Че ты такое живучая? Подскочила. Смешно. Че ты живучий-то, господи? Не, кстати, да. Если бы здесь можно было постоянно туда-сюда телепаться, ну, смысла бы в байке просто тупо не было, да? Это главная, считай, механика перемещения здесь. Ты гребаный байкер. Есть. И ты без байка, ну, это тупо было бы. Ну, то есть, хотя, кстати, блин, тут непонятненько как-то. Ну, да, плюс 20 минут, смотри, стоимость быстрого перехода. Подожди, все-таки, подожди, это стоимость. У тебя тратится... А, я поняла. Ну, тратится бензин, и, соответственно, к твоему игровому времени добавляется 25 минут. Ну, типа он ехал 25 минут. Но ты не можешь сделать быстрый переход, если ты отбежал далеко от байка. И, соответственно, ты не можешь сделать быстрый переход, если ты не зачистил, да? Вот эти гнезда в окрестностях этих. Ну, и, соответственно, иди-ка ты в жопу. То есть, первый раз тебе нужно зачистить так или иначе гнездо. Оленьки, оленьки. Я хотела все убить, хотя бы одного оленька. Тупая животинка. Попала даже. Видели, я этот зомбарыл и увидел нас такой, развернулся и убежал в другую сторону. Так, у него арбалет, ну его в жопу. О, круто. Вроде может, только самый близкий. Чем больше рядом всякого дерьма, тем больше штрафов ко времени. Ну, это логично, в принципе. Потому что, если там будешь выруливать, аккуратно. Так. Это все очень занятные. Вот это, чтобы они на друг друга, кстати, накидывались. Мне кажется, это лучше на людей оставить. На них плохо работают эти арбалетные. Мы это выяснили. Что к тебе? Слушай, ну нет. Давай протестируем сейчас еще раз пестик. Мне, кстати, кажется, что у них разное количество ХП. Даже у особей одного типа, скажем так. Вот этих бегунов. Будем их так называть. Может быть... Мне кажется... Нет. Нет, животное. Не смей. О, а что ты умерла так быстро? Слушай, пестик огонь. Он даже лучше, чем наша нынешняя винтовка. Это как? Ты режим помощи наведения включила? Слушай, оно там странно. Оно... Смотри как. Сейчас я тебе покажу. Не туда. Вот есть вот эта штука. Удержание прицела. То есть автонаведение отсутствует у нас, но есть удержание прицела. И вот это удержание прицела, оно намагничивает твой прицел. Очень так слегка, ну грубо говоря, ведет его вслед за целью, но намагничивает примерно на грудь. Но беда в том, что когда я эту хренату отключала, потому что мне не понравилось из-за этого намагничивания, я не могла в голову выцелить. Ну то есть по стиком элементарно подвинуть прицел, чтобы пострелять в голову. Несмотря на то, что я делала вот так, я не заметила, чтобы что-то изменилось. Так что я хз-чу за удержание прицела. Вот правда. Я убирала эту штуку. Мне было не очень удобно, но ничего не изменилось, и я такая, окей, ладно. Может быть это... Как-то когда на мотике катаешься. Но на мотике там вообще другая механика. Тебе не нужно там руками своими, грубо говоря, целиться. Там прицелы работают немного по-другому. Какое интересное место. Как оно интересно выглядит днем, когда здесь нет этих сраных гнезд. Очень миленько. Здесь жить можно было бы, слушай. Где этот звук был? Поставить так по периметру. Эти самые... Какая, хосподи, решетки. В Red Dead Redemption 2, например, тоже была помощь в наведении. То есть прицел придерживался на враге, но он тебе не мешал нацелиться ему в голову. Там как-то очень хорошо так сделано было. Очень удобно было стрелять. Очень приятно было стрелять. Здесь не очень удобно. Могло быть лучше. Не знаю, сделали это специально, осознанно. Потому что, ну типа, ты же не стрелок, там какой-то там дикий зяп. Это тебе тут... Не во всем, скажем так, соку. Просто, может быть, решили так чуть-чуть усложнить геймплей. Потому что ты все-таки не военный. Ты стрелять особо не умеешь. Ты обычный человечишка. Ты можешь мазать. Ты будешь мазать, как тварь. В РД Тернэмшн стрелять было и приятно, и довольно легко. Ну то есть... Наверное, объективно я могу сказать, что я там неплохо стреляла. Были моменты, конечно, когда я фейлила. Но в целом, очень много хедшотов... Я только хедшотами старалась... И старалась убивать. И это не могу сказать, что было сложно. У меня всегда была куча патронов. Исключая там какие-то сюжетные моменты, когда у тебя постоянно все всирается. И ты меняешь оружки. Или тебе дают какую-то конкретную оружку. Ну и так далее. Вот. Тут тяжеловато, конечно. Постоянно чувствуешь себя уязвимым, на самом деле. Наверное, это хорошо в такой игре. Но я чувствую следующие инъекции, которые мы будем... Драдути. Канистра. Который мы будем находить. Я буду... Тратить на... Выносливость. Потому что здоровье, в принципе, более-менее. Мы приподняли... Ух ты, господи. Приподняли его. То ни одной, то две. Но вот выносливости просто катастрофически не хватает. Ни на что. Что-то он какой-то совсем у нас хилый. Мужичок наш. Так. Я вот хочу посмотреть, что вот здесь. Мне кажется, там что-то интересное должно быть наверху. Но возможно... Ну, возможно... Блин, здесь днем так хорошо. Спокойно. Эти уроды спят. По ночам, кажется, тут дичь творится. Все-таки странно, почему были комментарии то, что внутри игры, я имею ввиду. Сама игра говорила то, что... Днем их больше, но они слабее. Ночью их меньше, но они сильнее. Это вообще ни разу не так. Ночью их больше... И они явно сильнее. И орда ночью выходит. А днем их практически... Ну, нет. Как впечатление от игры. Пока что положительные. Ну, то есть, есть моменты, которые немножечко напрягают. Но, в принципе, я не могу сказать, что они прям как-то пипец сильно смущают. Потому что... Я могу сократить контакт с этими вещами, которые меня смущают. Либо вообще их полностью исключить. Но я этого не хочу делать, потому что я знаю, что я потеряю контент. И плюсы, которые мне спасут жизнь в каких-то определенных геймплейных моментах. Плюс еще, может быть, это пока что так все воспринимается. Какие-то вещи у тебя занимают много времени. Просто потому, что ты сам шкиришься. Потому что ты слабенький. Потом, может быть, когда у нас будет побольше оружия. Когда мы прокачаем что-то. Кстати, насчет прокачки. Где там это было-то, боже мой? Когда мы что-то прокачаем, нам будет жить попроще. И, соответственно, какие-то вещи, которые сейчас у нас вызывают трудности, потом нам будут даваться легко. Ну, или значительно легче. Я надеюсь. Поэтому пока что я как бы спокойна к этому отношусь. Больше растений. Уменьшение шума при движении и падении. Вот, кстати, есть. Ну, это неплохо. Меньше шума, это прям, да. Вот, видишь, смотри. А после какого момента, кстати, открылся второй уровень? Интересно. Что-то я как-то упустила этот момент. Что-то ты не заметил? Что на это повлияло? Не, ну, Зигрум, смотри. Если прям по пунктам брать на данный момент, графон отличный. Заставки супер. Вообще 12 из 10. Очень красивые, очень сочные. Где, господи, боже мой. Где нужна драма, там драма. Где нужен накал страстей, он есть. Все как бы на месте. Очень хорошая постановка, очень хорошая режиссура. Музыка офигенная. Механики неплохие. В принципе, все хорошо. Единственное, что меня немножечко на данный момент смущает, это то, что пули врагов проходят через деревья и попадают в тебя, прячущегося за деревьями. И то, что зачистка каких-то вот этих всех зон, она занимает, ну, многовато времени. Потому что ты очень долго ищешь вот эти гнезда, ты потом их сжигаешь, потом вот это. Ну, это отнимает время. Но, повторюсь, возможно, потом будет лучше. Потому что мы сейчас юны, не видны. О, там что-то есть. И, соответственно, нам тяжело пока что решать такие вопросы достаточно быстро. Так что, как бы, да. Слушай, арбалет их убивает довольно быстро. Интересно, надо кровью истекать будет. Как бы это ужасно не звучало. С арбалета они, кстати, как и людишки, умирают с первого раза. А с пульки чё-то нет. Вроде второй играл с мышью. В смысле, с мышью. Через эмулятор, что ли? Заткнись. Это собака. Нехорошо. Дикон тоже недоволен. Хороший пистолет, кстати, всё-таки. И тебя мы тоже заберём. Не-не, вот его я хочу. Второго. Второго волочка я его не оформила. Алло. Дикон. Из стрелок сырова, да? Обида. Музыки немножечко ещё не хватает, когда ты вот просто бегаешь. Вот прям хочется, чтобы что-нибудь... А, нет, вот она, моя хорошая. Чтобы что-нибудь расслабляющее играло. Ну, как в Фаркрайе, когда бегаешь. Когда бегаешь. Но, может, найдётся у них тут что стоящее. Ломик один. Серьезно? Так, ну, потрошки. Музыка в этой игре офигенна, но иногда вот во время исследования её мало. Потому что ты бегаешь в тишине, и тебе как-то что-то печалька берёт. Лагерь упокоителей. Вот гниды. Не. Ну, это людишки, кстати. Упокоители, кстати, те самые. Не знаю даже. Снайперы сраные. Это вот эти вот полоумные. Которые мы себе там что-то вырезают. А, хотя нет, подожди, не они. Нет, те Капам как-то по-другому назывались, да? Ой, стоит ли вот к ним идти? Ну. Что мне за это дадут, кстати? Новый рецепт мне за это дадут. Они, да? Ну, возможно, да. А что просто они одеты? Те-то голые были. Розукрашенные. Сектанты. С этими... С ошарамированием. Ну ладно, пойдём зачистим. Чего бы нет. Раз уж тут. Чтоб потом сюда просто не ехать. Как бы вот эта собака там стоит. Это вот с той стороны лучше, конечно, заходить. Вот смотри, вот там вот по холмам и прямо к ним туда. Он меня западет, если я здесь пойду? Через кусты. Снайпер, мать твоя. Зрячий прям не могу. Лошара. Главное, чтобы вот там вот никого не было, куда я сейчас бегу. Иначе это всё будет очень грустно. Так, это бумажка, да? Нет, это тряпочка. Господи. Тряпочку не признала. Вот, блин, ну серьёзно. Вот ты ходишь тихо-тихо. Ну вот тут очень не хватает музыки. Ух ты, Господи. Ну давай. Прочность. На соточку будет. Господи, сидел такой кемпер. С чистенькой-чистенькой палаткой. Приперлись, испортили праздник мужуков. Так, ну ладно. Нужно... Вот как будто бы, если я пойду вот туда, я через главный вход пойду. Это странно будет, наверное. Ну ладно. Днём, тут так тихо, даже птицы не поют. Не, ну они поют очень тихо. Чё-то там чирикают. Ну такая тишь по сравнению с ночью. Чё-то понасобирали. Днём прям ходи, как турист реально. Отдыхай. Наслаждайся. А вот там чё? Секретная пещера под водопадом будет? Мир всё-таки пустоватый в этой игре. Понятно, что здесь рассчитывалось на то, что ты будешь на байке кататься, и, соответственно, какие-то такие вещи будешь проходить достаточно быстро. В ротиде, как бы, когда катался по каким-нибудь открытым пространствам, там тоже каждые две секунды не могу сказать, что что-то происходило. Но там очень много животных было, поэтому ты не чувствовался одиноким. А тут чё-то всё сожрано. Ну, пешкодрам. Ну, слушай, нам по пути было. Неудобно просто в гору. Постоянно, представляешь, сколько потратить бензина. Задолбаешься. Потом искать его. А потом, когда бензин будет нужен... Надо убить их всех. Всех до одного, кровожадные ублюдки. Это до сих пор пешим? Ну, типа, да. Ну, я привыкла. Ой, музыка началась. Класс. Не вставай, ради бога, господи. Точнее, не оборачивайся. Всё, я не знаю. Он жив, что ли? Ну, ты ублюдок. Это, кстати, реально они. А чё они раньше умирали же? Алло. Они раньше умирали с одной этой штучки. Вы чё? Ну, вы сволочи. А! Ой, какой-то меткий-то. А чё-то такое-то самое. Лошара. Хороший пистолет. Прям хороший. Ох, прям свистит. Там снайпер был, да? Пойдём, пойдём его выкосим. Хотя попаду ли я у него отсюда. А-а-а! А-а-а! Тихо. Не, ну где-то... Нет, это немножко бред. Дурная, что ли? Ой. Господи. Окей. Ой, аж кошка за... Да? Дуэтом поют с кошарой. Так. Тихо, тихо, тихо. Попаду ли я в тебя? Отсюда, давай, сомневаюсь. Вам на голову ничего уронить нельзя. Тебе плохо там, да, я смотрю? Что такое? Вау, что это было? Что это было? Это что такое было? Это... Это зву... Что? Снайперка так не стреляет с такими звуками. Не должно. Я выдвигаюсь! Назад! Эх, чуть-чуть выше. Да куда ты двигаешься? Таков путь. Выходи. Ой, блин, как... Я так надеялась, что я успею проскочить. Этот все так и бежит. Он просто не видит забора, видимо. У него глаза, видишь, выше находятся. Он бежит и думает, блин, почему я не бегу? Я стою на месте! Помогите! Что происходит? Назад! Все назад! Да, е-мое. Это что, бессмертный, что ли? О, господи. Я ранен. Я надеюсь, да, вот такие моменты какие-то следующими пачками подкорректирует. Потому что, ну, есть что корректировать, скажем так. Может быть, даже подкорректирует урон сквозь деревья. Потому что, мне кажется, так не должно быть. Это не точно, конечно. Но щечень давай точно тут. Я знаю, где вы. Вот им не западло было лезть. Тут надо что-то рисовать. Это, знаете, это лагерь изгоев из Скорима. We are the rising. Ну, так как нет. Огонь! Огонь! Да, сиди там. Да ты... Собака. Слейся с Карлосом. С кем? С Карлосом? Я не хочу сливаться с Карлосом. У меня есть бухарь. Не надо идти на мой зад. Он священен. Блин, ночь наступила. Почти. Это Альберт Вескар, что ли, сейчас был? Что там, блондинчик какой-то? Ты один тут такой остался, или что? Мужчинка. Мужчинка. Сейчас зайдет еще со спиной собакой. Осталась всего одна, сволочь. Или где она? А, это снайпер, да, остался точно. О, господи. Прижмите его, слейте с Карлосом, да? Что это такое? Что это такое? Пойдет. Ах, я случайно оружие взяла. Можно поменять обратно? Пошли, пошли, пошли. Можно обратно? Спасибо. Ну, остался, да, этот снайпер вонючий. Блин, ночь наступила. Не хочу. Так, что у них тут есть? А, есть, что ли? Я думала, здесь какая-то пещерка будет. А тут что-то как-то и не пахнет даже. Не, не надо. Ну, пойдем убьем этого последнего тогда. Так, так сделаем. Вот, да, вот это попахивает бункером, каким-то подвалом, но что-то оно не открывается. Оно что-то не открывается. Он что, сюда приперся, что ли? Он пришел сюда! Ты же умница! Моя! Все, больше вы уже никого не подкараулите. Ты же мой хороший, ну, Господи. А нет ли у них тут бункера? Наверняка ведь есть. Ты стебешься, что ли? Это радио «Свободный Орегон» Правда, освобождает. Мы будто снова оказались на Диком Западе. И многие делают вид, что закон и порядок остались в прошлом. Где дырочка-то? Но, насколько я знаю, мы по-прежнему в Соединенных Штатах Америки. А в этой стране право собственности непоколебимо. Я потеряла дырочку. Мы имеем права на эту территорию, жить на ней и защищать ее. Да, когда-то мы забрали ее у индейцев. Историю не перепишешь. Но мы забрали ее силой. И только сила поможет нам сейчас двигаться вперед. Мы не склонимся перед бандитами. Если федералы, упокоители или мародеры решили, что могут хозяйничать на моей территории, их ждет разочарование. Выживают сильнейшие и побеждают сильнейшие. Господи. С вами Марк Купланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Вот им по кайфу было? Боже, ты мой. Закон и порядок это все уже в прошлом. Что ты несешь? А, ну хотя ты верно заметил. Если хочешь теперь чего-то добиться, нужна сила. Сила и куча патронов. А вот и люк. Спускаемся. Как у него горит с него. Слушай. Карта. Они тут все подробно разметили. Так, замечательно. Мне должен дать рецептик. Что у нас тут? Как изготовить? А, отлично. Вот как вот они жили здесь? Вот им самим не противно было? Камон. Причем они же как бы подражают фрикам. Насколько, да? Там в трейлерных всяких этих роликах объяснялось то, что они подражают фрикам. Считают их там что-то там вехом эволюции. Что-то такое там было. И, соответственно, видишь, они тоже все говном землей помазали и веток накидали. Типа гонездо. Придурки, блин. Дебилы. Я тут даже спать не буду. Так, ну ладненько. Вопрос дня. Как там это работает-то? Блин, вот как возвращать байк? Что нужно прокачать, чтобы он возвращался ко мне? Вот, кстати, достопримечательность по дороге отхватим. Вот единственное, что да, когда ты вот так вот просто бежишь ножками своими потом наяривать назад. Вот у тебя есть выбор. Ехать, шуметь, потом где-то встать и потом, возможно, потратить минут 15, а то и больше на то, чтобы спрятаться. Или собрать какую-нибудь толпу по дороге. Либо идти в принципе тихо, но потом, скорее всего, пехать обратную очень долго к своему байку. Прям не знаешь, что и выбрать. Просто ехать на мотике быстрее, прикольнее, но очень часто все равно приходится останавливаться, потому что ты что-то находишь, что-то видишь, что-то попадается. тебе хочется это посмотреть. Либо наоборот пройти тихо, что на байке в принципе невозможно. И опять сраная гроза, если серьезно. Так, здесь где-то достопримечательно что-то должна быть. Свист надо прокачивать. ты меня заметил? Ну, ненадолго. Сезон дождей, наверняка. Так, а че? А че? А где мои достопримечательности? Замечательность. В Орегоне же происходит. Но нет. Че-то я, наверное, зря. Мне кажется, там мог быть еще треугольник, но ладно. Хвань с ним. Так, вот вижу. Памятник неизвестному почтмейстеру. Это туризм, да? Вот, видишь, свободный Орегон. Так. Мотель. Исторические таблички. Нюка. Неизвестный почтмейстер на протяжении 25 лет доставлял письма из долины Уилланет в восточной регионе Орегон. Зимой в 1877 году он отправился на лыжах через перевал Маккензи с Рождественской почтой и замерз насмерть в своей горной хижине. Ни дождь, ни снег не могли помешать легендарному почтальону выполнить свой долг. Жители Орегона до сих пор помнят его, хотя и не знают его имени. Зря они ограничились байком могли бы машину добавить ну нет это было бы не то. Смотрели Кевина Костнера Ну, рентгена я его не видела Не знаю, как он выглядит внутри Так, а это что такое? А, ну это наше А, ну окей Все, сейчас добежим тогда И можно к Бухарю телепнуться посмотреть что у него там происходит Еще просто дорашим Нужно как-то выработать свою систему изучения мира окружающего потому что вот так вот потом назад реально 3 километра пешарить до своего байка это не очень интересно Но ехать через всю карту и поднимать шум тоже как-то не очень улыбается Надо понять как это делать все О, дудишки Кстати, вот смотри мы здесь зачистили и этих ребят тут больше нет Спокойная зона Ты можешь здесь спокойно пройти и спокойно проехать Это че за звук? Так, стоп подожди Где моя табличка? Она только что была тут Не уйду из таблички Дайте табличку Соленые источники Обязательно Там же не Орда, да? Нет Дебила с дебилами Хорошо Велосипед хотя бы Это было бы забавно Так Смотри Мы можем поговорить с такер Собственно Давайте так и сделаем Тем более мы рядом Садись Тихо Даже Тихо Не надо Блин Какой же он Тугой Стой Я туда еду Нет Я еду не туда Я чувствую Что-то я не в ту сторону Еду Не, не Я хочу к ней Не в ту сторону Воюю Я чувствую Какой-то маршрут Что-то не такой Неправильный Там уже недалеко было А я еду куда-то Да-да Тугой Йору Именно так Наши же Вот Здесь воевали Как раз Дебила с дебилами Простите Увлеклась Здесь на ней спать Ложаться на ночь Нет Походу дела нет Водище Прекрасно Я Бухаря уже Несколько недель Не видал Да нет Он здесь Как всегда Думаю Просто занят Я слыхал Его ранили Или что-то такое Это Такер Что-то мутит Он в порядке Голос Как хочешь Нормана Джейдена Слушайте Как говорится Спаси мир Убей Фрика Господи Все свои Не пропадай Господи Как я скучаю По нормам Да-да Это его голос Как я по нему Скучаю Все еще лучше Конора У тебя что-нибудь Появилось все-таки Найдется все Что нужно Или тебя только Починить Да ладно Там 4 доллара Было На починку Рассказывает Он мне В хлам Один раз Врезалась В ваши же ворота Расход бензина Ну слушай Это во-первых Специально так сделали Потому что Ты потом его можешь Блин Здесь что-то было Оказалось Ты можешь его прокачать Сделать лучше И соответственно Он будет Сжрать меньше бензина Ну им же нужно было Сделать как-то Смысл дальнейшей прокачки Так Стоп Не туда я бегу опять Вот это мне можно Относить Спасибо Так Бабуся Бабуся Где там эта иконка Бабухи А ну вот она Собственно Здравствуй Бабуся Я могу помочь Поручение Лидеры поселения Нередко предлагают Ту или иную работу Выполнив такую работу Вы завоюете доверие Жителей лагеря И заработаете кредиты Если лидеру поселения Что-то понадобится Он свяжется с вами По рации Дик Ты знаешь Намада с монтировкой И шрамами на лице Его все зовут Лимбо Не знаю Он вчера пришел в лагерь Принес кое-какую добычу Выпил немного Ушел похоже Только сегодня утром Такера Я за охрану не отвечаю Скажи Элкаю Он насмерть забил Двоих, Дик В том числе женщину Боумана и Хьюит У нее лицо было разбито До неузнаваемости Хьюит? Это Мария, что ли? Господи Он местный Этот ублюдок Лимбо Элкая говорит Они обосновались В старой егерской Сторожевой вышке На восточном склоне Трехпалого Джека Ага Знаю, где это Я разберусь Я так и думала Так, так, так Где, где, где? Вот это, да? Ну В принципе Вот, кстати Интересно Если я вот поеду сюда Вот это зачищу Ну, грубо говоря А потом вот хоба Я смогу сюда проехать? Было бы неплохо Хотя там какие-то скалы Что-то не пахнет даже Хотя, может, тут мимо них Вот так вот Между ними Так хоп-хоп-хоп-хоп И туда Было бы неплохо Вот это было бы Еще неплохо зачистить, конечно Я вообще, кстати, думаю Возможно Может быть Имеет смысл Вот эти вот Всякие Объекты исследования Наэра Зачищать За кадром С другой стороны Они иногда треплются И вот это вот Радио происходит Как-то не хотелось бы Чтобы какие-то такие вещи За кадром оставались Не знаю Надо подумать Надо этим Так, ну Давай в хату Нашу в родную Да Поболтаем с Бухарем Аликспрой Привет 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 Ну я думаю Мы сейчас уже будем Заканчивать Потому что Давненько мы сидим Не получилось На этом стриме Что-то сильно С сюжет зацепить Но зато мы увидели Первую Орду И отхватили от нее И поорали с нее Я считаю Цель Стрима Выполнена Так, давай Сразу пополним Чтоб я потом Не забыла Неужели Вот Зачем так далеко Было ставить Это дело Каждый раз Туда-сюда бегать Было бы лучше Мне кажется Если бы байк Ставили внутри Около прям Бензобака Этого Ты бы мог Сразу пополнить И выехать Аккуратненько Ты поспешитель Лучше потратить Время на выезд На аккуратненький Аккуратненький Чем туда-сюда Два раза бегать Ну два конечно Не обязательно Ты можешь Канистру бросить Там где-то Заливаешь Но как-то Рука не поднимается Весь только вот тут Так, ну-ка подожди Нет? Нет Ладно Бутылочка Подожди Бутылочка Это хорошо Кто там Морет Да-да-да Что это такое? Бухать Ты живой? Это поправимо Как мы выяснили Так Ладненько Давай посмотрим Что тут Коктейлер Найс Так По итогу Вот это Пестик Наш Неплохой Ну кстати У него Смотри У него урон Чуть-чуть побольше Но На практике Ощущается Намного лучше Все Давай баиньки Прилягу Ненадолго Часов на 20 Схоти Зачем ты Неваешь? Ух ты Господи Нифига себе Можно Снова В бой Отражение Все-таки Клевое И освещение Здоровское Прям Веришь Очень реалистично То есть Тень Смотри От крыши Которая падает На стекло Кому Очень здорово Здоровки Где мой борщ Ого Че-то его трясет Слушай Ты здоров Слышь А рью Окей А че Тебя колбасит Ты так Слушай Мне кажется У него жар Там уже Во все Начинается У него Смотри Даже Помер Нифига Его колбасит Слушай Кошмар Что-то Э Бухарь Бухарь Ооо Мы типа Всем врём Что он в порядке Да Кошмар Кошмар Ну я и говорю Жар у него Но потом Он как-то так Дёрнулся Думаю Может ещё и это И то И два в одном И вообще У него всё плохо Одеялком Накроют Ну блин Я б с радостью Но мне не дают Такой возможности Блин Ну догадались Конечно Дебилы Обмотал Чё-то там Хер пойми как Эту руку Не надо Не надо Говорит Два пальца Вон смотри Что это такое Вообще Кто так делает Блин Это рука твоя Я тебе ещё жить С ней Дебилы Блин Бабу им надо Так Чё Где-то вот здесь Что-ли Около озера Что-то Или вот тут Скорее Вот тут Кстати Позывной Слушай Ну лес Конечно Офигенный Природой Природой Красивой Вот этот Костерок Про который Мы всё говорили С Бухарем Тоже Соседний Лагерь Короче Мне приснилось Что мне Пчела Волосы Залетела И запуталась Я быстро Чтоб не улетела Не успела Ужарить Начала головой Трясти Господи И чё В итоге Лежал в кровати Трязг башкой Что-ли Так Ну даже Не знаю Вообще Хороший момент Для того Чтобы приостановиться И потом Уже со свежими Хилами Как-то Вот это вот Опять же Вот эти гнёзда Сраные Вот гнёзда Напрягает Мне пока что Больше всего Вот эти вот Блокпосты Нера Они в принципе Норм Тебе Всё что нужно Это включить свет Зайти Взять инъекцию Послушать Диктофон Свалить Всё То что ты там Сам долго ползаешь Ты ищешь Всякое Это самое А вот когда Вот эти сраные Гнёзда Вот тебе нужно Прямо Искать их А тебе же страшно Ты же не хочешь Собрать всю толпу Ты начинаешь Стелсить И в итоге Это всё Очень затягивается Вот это Мне пока что Больше всего Напрягает Вообще Сюжет Вот это По идее Ну и с Бухарем Всё равно Придётся Вот это сделать Потому что Если смотреть сюжетку Смотри То Никуда Вот они Вот они Сюжетные задания Три сюжетных задания Четыре Ну блокпосты Но они считаются Тоже сюжетами Но здесь Я заметила Кстати Интересная фигня То есть Главный сюжет Он скачет Между заданиями То есть Сейчас главный сюжет Это Я помню И Братец Вот это И вот это Это по бочке Иногда Что-то одно Из вот такого Как в случае У нас с Леоном Да Мы сдали задание С Леоном У нас что-то новенькое Появилось Тут Нет Знаете Такого Вот это сюжетное задание Это побочно Здесь всё взаимосвязано Это прикольно Ну как-то Я не могу Нащупать Потенциальную скорость Своего прохождения Слушайте Кстати Ты не лечишься Когда спишь Я только сейчас обратила Внимание Давайте здесь встанем И действительно Подзакончим это дело Нужно искать баланс Нужно понимать Как вот так вот Играть Чтобы Слишком много Того или этого Не было Ну нужно нащупывать Короче Но игра Очень неторопливая Конечно Неторопливее Чем наверное Хотелось бы Но в принципе Неплохая На четвёрку С плюсом Пока что Вот спустя Семь часов Не считая Двух вступительных На четвёрочку С плюсом Если в целом Вот прям всё Если брать Но Мне кажется Всё-таки Плюсы этой игры Перекроют Для меня Вот эти сраные гнёзда Которые пока что Меня бесят больше Пожалуй Вот эти сраные гнёзда Это единственное Что меня бесит В этой игре На данный момент Всё остальное В принципе норм Либо вообще хорошо Одно из двух Так что Вот такие вот Дела Субтитры создавал DimaTorzok